так пока мы ждем пока ждем наших друзей так тебе что присоединился для всех кто присоединился присоединяется вы можете зайти на страницу к любе или на страницу ко мне и где вам удобнее смотреть все что будем нести в течение какого-то времени наверное главный вопрос про третий сезон мы ответим чуть позже когда присоединится побольше да потому что будет много вопросов во первых начнем с вводного ребята вот всегда говорят что мы там не ждали не ожидали не гадали что вообще что-то такое будет но то какой отклик мы получили на нашу работу вот такого со мной за всю мою карьеру еще пока не случалось то есть это просто какой-то ну просто невероятное удивление спасибо вам огромное спасибо что вы это все посмотрели досмотрели дождались с этими невероятными паузами не мы к сожалению не влияем на показы поэтому вот уж не обессудьте что это было так смотрели вместе с вами также значит сейчас мы посмотрим так присоединяются присоединяются что что еще хотел сказать первых еще хочу просто мало ли вдруг будут смотреть хотелось еще раз поблагодарить команду всю нашу команду кто имеет отношение к этому проекту продюсеров сценаристов замечательных наших режиссерскую всю группу и до всех актеров вот спасибо вам ребята что мы все это сделали потому что это всегда командная игра и всегда это но мы бы с любым просто вдвоем бы вы бы на второй-третьей серии бы сказали ладно спасибо и это самый кайф вообще когда такой отклик как это сказать вот мы делаем мы сомневаемся мы не понимаем второй сезон больше ответственности работают ли эти истории или узлы которые там мы придумываем не работают как это будет а тут бац и мне кажется это даже больше чем как-то на первом сезоне да ты прям подтверждение того что все как-то происходит еще кстати залог успеха в том что опять я утверждаю вот я с тобой хочу это тоже обсудить что одна и та же команда практически да у нас другой оператор но тем не менее большинство то есть большая часть всей команды осталась прежней и в общем с этими людьми может пускаться в плавание просто с любым материалом и вообще не бояться так значит давай как-то начнем с каких-то вопросов ребят мы видим что третий сезон и так далее чуть-чуть попозже да чуть-чуть попозже вы простите я тут подымлю а я попью а если ты знаешь о том что если мы сейчас будем смотреть на телефоне на вопросы будет терять изображение ну ничего ну грубо говоря сначала потеряется у меня изображение потом у тебя но все равно у нас так или иначе будет происходить да а что сделать а то есть для того чтобы посмотреть а у меня и записано вопрос любимый эпизод или сцена в проекте во втором сезон давай начнем да и я тоже отвечу давайте с него начнем как я самая я бы так сказал самые запоминающиеся для меня две две сцены кстати напомнишь мне сейчас как одна из них давай начнем с той в которой одна с тобой связана с другая с моим братом сцена когда после ранения у нас происходит вот секс кто придумал вот то что ты целуешь кровь ты же придумал я это это демона то есть она такая вот вот милая и вот это вот все как вы любите вот эти фоточки в инстаграме там туда там зош там и так далее а у группы паш ты как-то просто подать знак говорит про тебя лишь паша мне там ответил но у меня какие-то сомнения мало ли что а значит это вот это очень круто круто было решение какое-то и во многом наверно может быть благодаря тому что не знаю пропустили бы это на телевидении не знаю просто не знаю не буду гадать но я за такие сцены и это меня от самой идеи то есть я представляю себя на месте зрителя и я хочу такое видеть не прям меня это будоражит и это круто да это было как-то нелогично даже когда читаешь сценарий а вот эта сама сцена то что после драки и у них еще все происходит это было так как-то очень нелогичное завершение вот такой вот многоминутный сцена и еще сейчас я хотел добавить еще мне кажется у таких у этих персонажей не мог быть уже особенно во втором сезоне уже не мог быть просто секс вы знаете такой вот там он ее поцелала на его и такие они прилегли то есть это должно было быть вот с той какой-то остервенелостью с той болезнью как это как должно это болезненно и мне кажется это удалось а вторая сцена у меня это как раз который предшествует этому сексу эта сцена драки с братом там есть момент когда у меня бьет головой а косяк дверной так вот он меня ударил да ну вот она прям по себе говорят на про одну это одна сцена просто налит продолжение это было страшно кстати простите перебью там в сцене где-то с Ольгой разговариваешь ты сидишь и у тебя прям видно твой висок и виден косяк ну то есть я это видела да 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 видно это отпечаток да заметил это случайно естественно получилось то есть мой партнер не виноват Гриша просто там я бы что-то споткнулся а он в этого он продолжал действовать как персонаж и поэтому но я прям когда видел этот кусок а это дубль же взяли это дубль да кстати этот дубль с ударом прям вот который самый больный самый прям да самое интересное что на следующий день у меня было интервью к какому-то порталу и я приезжаю а у меня ну то есть там по порталу еще такое интервью причем какой-то оно должно быть знаете было такое типа с позитивом такое про добро что-то там такое какое-то благотворительное оттуда приезжает человек а у него просто и благо гример был у меня спасли вот какие у тебя значит с тобой понравился весь этот кусок когда илья приходит к я не к андрею домой к ним в квартиру мне очень понравилось когда он приходит у них разговор вот этот вот я бы назвала для себя одно из сцены вот этот весь кусок с дракой с тем когда они не садятся и потом происходит секс и там еще потом какое-то объяснение у них происходит мне очень нравится кусочек еще мне нравится кусок когда я на короче не поверила в себя не нашла на что не зашла не нашла за что зацепиться и достала эти таблетки и потом я приходит и с шуткой это история что где на фоне шутки вот этого что ну не накидывать же тоже она какой-то очень я еще у меня есть еще моя любимая твоя сцена это сцена когда ты звонишь мне по телефону в самом конце и говоришь что правильно я просто профессиональный поклон вопрос значит про то как мы сами относимся к техническим таким персонажем как илья и яна я кстати не задумал спасибо за это вопрос тому кто написал я не задумывался никогда хотя это это полива вообще мы должны про это задуматься как мы относимся к таким людям ну как бы вот к таким персонажам если смотреть просто на действие вот там ли он хочет помогать людям да и у него такая работа и плюс призвание плюс программа в 12 шагов по которым пытается выздоравливать она предусматривает это то есть мы бесплатно получаем эту помощь от таких же людей как я с такой же проблемой и для того чтобы идти дальше и выздоравливать нам нужно этим делиться также безвозмездно как и мы ее получили и вот сложно сказать что тут есть какие-то негативные какие-то стороны как можно сказать но он за этой помощью за этим стремлением куда-то иногда упускает потребности там других людей которые вокруг него свои прежде всего потребность то есть он главная проблема или и вообще мне кажется наверное и ян и наверное всех персонажей практически в этом проекте что они не очень не то что не очень они не умеют не умеют любить себя да они не понимают чего они хотят и пытаются найти это пытаются найти спасение там друг в друге да вот как илья с ян и там в веществах которые они употребляют думаю что может быть это сделает их наконец счастливыми они там приоткроют им какие-то там неведомые там блага и так далее но как показывает и личный опыт и наблюдение надо прежде всего конечно обратиться внутрь себя и не знаю с помощью любых средств законах естественно да там медитации там кому что спорта йоги философии новых каких-то навыков и пытаться почувствовать гармонию не знаю там из серии мне показалось что я тоже там постоянно ищу например я как Денис да ищу там какие-то лучшие стороны себя скажем так и может быть я так думаю может быть это может быть совсем что-то кардинально необычное то есть я люблю вязать и в этом оказывается в общем и предназначение глубоко не вот это вот все а вот очень даже может быть про значит вопрос был про то как одно какое отношение да как мне очень нравится я вот просто она мне нравится вот помню мне как-то задали вопрос на в одном из интервью спросили а вот что бы ты посоветовала я и я прям взяла паузу чтобы вот прям прочувствовать что бы я реально не сказала потому что этот человек просто сказал бы очень много мне ну а я бы ей сказать наверное ответить сюда я только пузыри пускал бы просто так бы села села потому что это как это как просто лобина как-то сносит абсолютно какое-то ощущение у нее правды какой-то ну то есть она вот чувствует какой-то везде подвох она вот видимо из-за того что ее там но в семье как-то был этот момент того что ее используют в каких-то своих целях и не помню за такой недолюбленный ребенок и в ней в ней воспитался вот такой стержень отстраненности сарказма и она конечно она хочет любви но ее понятие любви очень уже но очень исковерканно ну то есть и она вот видимо булье видит суммейта вот но интересный момент интерес момент с тем что сейчас скажу сейчас вылетел из головы все вылетел из головы все я с вами скажу что то что то про то что могут ли быть они вместе вообще знаешь ну то есть вот наверное а вот что хотела сказать что наверное вот этот финал когда она начинает есть таблетки когда у них вроде все хорошо да и я сама когда я читала сценарий я долго пыталась найти ответ на вопрос типа зачем зачем она это делает все ведь хорошо зачем она начинает это рушить зачем она начинает ну и потом мне показалось что это как какая-то знаешь ну как будто бы проверка что ли и или нет или как будто бы вот смотри там как получается там приходит у нее у нее а потом приходит она приходит матери мать ей говорит что он тебя не любит никогда не полюбит у тебя ничего не получится потом приходит потом приходит персонаж Гриша который говорит что давай давай с ним и она понимает то что ну человек буквально несколько суток назад был нормальный и теперь он ходит только что порезал брата своего принес ей таблетки и говорит давай пойдем зависнем и все и здесь она как бы понимает что она как будто начинает самого Илью уже тащить на дно и это так какая-то глобальная проверка того что может ли быть у нас все хорошо или я тебя также потоплю за собой или я рушу свою жизнь разрушу твою и как бы и я помню вот это вот как бы вот этот момент для меня был очень важен в ней что она как бы начинает понимать это когда она приходит помнишь она себя вести начинает вот это я в шубке в шубке ну что ты тебя жалко что ли мне кажется она как будто бы сама хочет что может быть он ушел как будто бы чтобы ну как будто бы чтобы его спасти даже но то есть когда это начинает такая такая в ней бабуя не штука и вот эта сцена в душе почему я однажды там сказала, что на мой взгляд она важная и она мне далась сложно потому что для меня было очень важно это как объяснение вообще, это объяснение ее поведения, вот этого непонятного там у меня в пол серии было непонятное ее поведение и вдруг она выпаливает, она говорит что именно. Короче, мое отношение очень положительное мне кажется, что Яна очень крутой выход нашла в конце второго сезона для себя вот именно и этот выход к ней пришел от Ильи то есть это же он ей говорит про то, что тебе нужно поступить правильно и кстати, хороший момент поступить правильно как вот вы думаете, да? что он имеет ввиду? поступить правильно это расстаться уйти нам не надо быть вместе либо поступить правильно что вот для вас это интересно? ну понимаешь, поступить правильно то есть как это? ну это ладно то есть он как-то не дает какую-то за какую-то идею и эта идея очень в ней раскрывается своеобразно мне даже кажется, что она не ради отца как бы жертвы от свободы вообще не ради отца то есть она то есть она а либо мне кажется, что это совокупность всех вот всех ее всего того, что она причинила для людей, которые вокруг нее потому что здесь это же нельзя как бы мне кажется, особенно в такие моменты головой очень рационально так, папе плохо маме плохо сделала этому плохо так, ну что-то мне по-моему надо пора валить то есть это такой накопительный эффект потому что она уже не может везде плохо по всем фронтам она куда в душе не ткнется она понимает, что везде разом и принимает такое решение я предлагаю значит у нас уже определенное количество давайте я предлагаю два раза это повторить чтобы люди не ждали по поводу третьего сезона итак, ребята мы разговаривали с продюсерами с режиссером с сценаристами у всех есть обоюдное желание продолжить на третий сезон этот проект но извините нет никаких договоренностей нет никаких юридических там документов в общем юридически это никак не подкреплено ничем то есть есть только желание официально это объявят продюсеры на на платформе наверное да или на своей странице в инстаграме да они это объявят соответственно будет естественно мы сделаем посты о том что вот мы приступаем к работе над сценарием и так далее и так далее и так далее то есть это не то что к съемкам не путайте да то есть нету сценария ничего нету просто есть только желание на то чтобы это продолжать поэтому никаких не делать иллюзий пока никаких нету начала съемок подготовки даже нет просто есть желание еще раз повторю Да, есть желание и есть намерение. Позволь, я про... Ты договорил? Да, просто про этот ретизор, чтобы люди не ждали. Да, мы же вам расскажем про это, потому что люди приходят, уходят. Я хотела сказать, договорить эту идею про некую вот эту жертву, просто еще добить к тому, что ты говоришь. У меня еще была такая мысль, знаешь, что там же есть Рита с ребенком, и эта девочка, и все говорят о том, что она беременна, что это будет девочка, и у меня было абсолютно такое ощущение, что это как какой-то, знаешь, если она как бы дарила шанс этому ребенку иметь отца и мать, как бы, ну, то есть благополучие какое-то, то она как будто, ну, как... Ну, обретает как смысл, знаешь, какой-то, что она этого не имела, и она обретает таким образом смысл для себя. То есть это даже не ради отца, ради того, чтобы как бы отец был для... Ну, это как бы ради какой-то новой жизни. Вот. Вообще, благодаря вам и вашим вопросам, ребят, мы сами углубляемся в понимание того, что мы там наснимали, и вообще, что нам предстоит рассказать вам, если он будет в третьем сезоне, да? Поэтому это, как, знаешь, есть такая штука, артикуляционное мышление. То есть мы проговариваем и еще больше понимаем какие-то наши внутренние, там, посылы к тем или иным действиям. Давайте вернемся к вопросу. Значит, вопрос, который тоже очень часто появлялся в комментариях, про постельные сцены, как к ним готовиться, легко ли их играть. Пограмм следить в духе. Это первое. Да, пойдем. Сейчас покажем, ребята. Сейчас покажем. Давай, снимай. Ты раздеваешься с самого начала. Главное, белье не забыть, вот, белье праздничное. Праздничное белье, ребят, все. Это еще все группы должны быть. Все группы, а как вы думаете? То есть стоит осветитель, что он? Он стоит в трусах. А все в трусах? Все в трусах, такое у нас условие. Только Аванес в костюме? Аванес в костюме, в тройке. Вот костюмик. Значит, на самом деле, как это все происходит? Есть в день, когда запланирована подобная сцена, и помимо нее есть еще как минимум 4-5 сцен других совершенно. И мы встречаемся, начинаем снимать. Тут мы говорим, вот, так, ребята, вот сейчас у вас вот эта сцена там, постельная и так далее. Окей. И мы к ней подходим, как бы, серии, ну вот, как ко всем остальным сценам. Ну, а, да, так, ага, так, а где, откуда, что, а текст, а какой здесь, где. Нам оператор говорит, вот, где лучше всего он планирует, как бы, куда нам вообще лучше не передвигаться, куда нам лучше всего встать. И дальше, значит, что дальше, ну, побольше лука съесть, там, что-нибудь там, выпить, покурить. Чтобы, чтобы живот крутило. Чтобы крутило, да. Так, чтобы живот... Да, да, и, как бы, поесть пельмешек, вот, ну, пельмешек, чтобы так... Капусточки квашеные. И... Опять же хорошо. Все. Да, и поехали. Да. Ну, а там уже как... Как пойдет. Как пойдет. На самом деле... Какой идиотизм. Да, идиотизм. Прошу прощения, но у вас же нету подгодительного процесса к какому-то вашей любовной сцене, когда вы там с девушкой оказываетесь дома или где-то. То есть это происходило с молодым человеком, естественно. Просто это происходит и происходит. Здесь то же самое, да? Да, абсолютно. Причем я хотела еще добавить, что забавно... Ну, вот, я так смотрю назад, там первые постельные сцены, они всегда ассоциировались с чем-то таким очень... Ну, стресс. Это был стресс. Ну, лично для меня, что сейчас надо будет там раздеться, что-то сделать. То есть там людей не знаешь, там, а еще если это первый съемочный день, то вообще здрасте, очень приятно. Вот. А со временем это превратилось в такой абсолютно рабочий момент. То есть мы приходим, вот как и Денис сказал. Нам говорят, вот здесь свет хороший, ребят, вот здесь вот желательно, вам нужно прийти из этой точки в эту точку и потом вот туда. И мы уже такие, о, давайте тогда вот здесь вот я буду спиной, значит, вот здесь, потом мы упадем на спину и еще на пол. И, ну, в общем, начинаются уже абсолютно творческие придумки того, как это могло бы быть. Как-то, чтобы было красиво и вкусно, и чтобы нам всем было комфортно. И еще, чтобы это, ну, чтобы в этом была какая-то, ну, выполнялась задача, которую мы себе оставим там по сценарию. То есть какое-то настроение уже это нам и режиссер все подсказывает. Ну, в общем, забавно, что с одной стороны это такая абсолютно рабочая ситуация. С другой стороны, ну, вот второй сезон, и каждый раз у нас с тобой истерики в эти моменты, мы с тобой очень много шутим. Ну, да, ну, а я представляю, что есть, смотрите, получается, что по природе мы должны быть невероятно друг другу внимательны, там, обнимать друг друга, целовать. А на деле происходит абсолютная какая-то механика, то есть где выгоднее повернуться. Я понимаю, что сейчас, например, Люба, вот так сейчас камера стоит, что она должна быть, что ее голова должна быть больше выгодна с этой стороны. И я понимаю в... Оп, и у меня сел телефон. Все приходите сюда. Все, да. У тебя есть подзарядка? Я проверю. Сейчас, секундочку, я продолжу мысль, я сейчас спрошу, есть ли она у ребят. Давай. Рассказывай, пока просмотрим. Ну вот, а я такая сижу, главное здесь, ребята. Во-первых, спасибо за поздравление, я, честно, не сижу в нашем чате, потому что у нас здесь... Мы отобрали просто вопросы из постов, ну, в общем, под фотографиями, которые мы выкладывали. Почему вы сейчас вместе? Потому что... О, благодарю, спасибо, внесли. Мы сейчас вместе, потому что мы договорились сегодня встретиться и с вами поговорить. Вот, сейчас подключим Денису телефон. Пусть ему подождается. Так, рада, что вам понравилось. Ребята, спасибо большое. Последняя серия расстроила, но... Я согласна, она шокирует некоторыми выгодами. Спасибо большое за комплименты. Да, Денис курит кальян. Сори, сори, ребят, сори, сори. Смотри. Мяу, 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 мяу. Будет ли третий сезон, мы еще раз дальше скажем. Кстати, у нас еще спрашивали с Денисом по одной из фотографий, что... Ну, типа, где мы еще снимались вдвоем? Мы сегодня задумались и подумали, что, по-моему, мы только в мажоре. Ну, или где-то еще, но, например, в кадре мы не пересекались. То есть, там, по сценарию были, а так нет. Как это сделать? Да, давай, видишь из-за зарядки, мы... О, а давай вот это вот попробуем подложить вот сюда, в конструктор. Вот так. О, круто, мне нравится. У тебя даже лучше, чем у меня. Ну, а я вот сюда тогда поставлю. Да. Так и быть. А, кстати, как нас слышно? Нормально? Да. Раз, нет никаких вопросов, да, я так посмотрела. Всем привет, привет еще раз, мы все вернулись. Кстати, получается, что то, что уже было, не сохранится, да? Ну, ладно, сохранится у тебя. Да, ты сможешь, я думаю, это выложить у себя. Итак, вернемся, значит, к последним сценам и так далее. В общем, подытоживая, чтобы найти дальше уже, здесь абсолютно механика. Здесь нету каких-то, какого-то дикого возбуждения, даже дикого, даже не дикого нет. Здесь просто вот, понимаете, в чем дело, ребята? Здесь главное иногда, мне кажется, ошибкам зрителей, и моя даже иногда часто, я тоже допускаю подобные ошибки, в том, что все думают, что это я и Люба. А это не мы, это наши персонажи так делают. Я расскажу кратенько одну историю, чтобы вам было понятно, и заодно порекомендую тем самым один замечательный фильм для вас. Называется «Звездная карта» Кроненберга, режиссера. Там играет фантастическая актриса Джулиана Мур и новый наш Бэтмен Паттисон. Паттисон играет ее водителя. Она играет голливудскую звезду, очень такую прагматичную, очень саркастичную. Она его нанимает, через какое-то время у них происходит секс в лимузине. И он заканчивается, она выходит, достает из капота какую-то тряпку и, прошу прощения, просто вытирает себя и идет дальше по своим делам. Выглядит жутко мерзко, вообще просто. И на одном интервью пресс-конференции я смотрел, ее спрашивают, скажите, пожалуйста, а вот там присутствует такая сцена, она очень такая грязная, такая, простите, мерзкая. А как вы решились на такую сцену, как вы себе это разрешили? А надо понимать, что Джулиана Мур – это просто такая икона, да, какого-то добра, любви, там, не знаю, вообще стиля, всего-всего. Там дети, там семья, ну, в общем, невероятная женщина и актриса. Она сидит, такая пауза, говорит, простите, я не понимаю вопроса. И журналист заново повторяет все это. На что она отвечает? Простите, дело все в том, что это не я. Это так персонаж делает. Я, естественно, никогда ни в коей мере так вообще даже себе помыслить не могла. И эта простая история показывает все, наверное, о чем мы говорили до этого и о чем хотели вам рассказать. В общем, это делают персонажи. Все. Давайте дальше. Так, вопрос, какая сцена была самой сложной? Чаще всего, не знаю, как у тебя, Люба, но при прочтении сценария, значит, я для себя отмечаю, так, да, вот эта сцена, да, вот здесь надо будет как-то, не знаю, собраться, как-то настроиться, как-то что-то придумать. Она даже иногда в голове ее нет, как бы она могла быть решена. И в 99% случаев она снимается просто вот так. Вот просто поп, все снято, все здорово, круто, все. А самая проходная и как бы простейшая сцена, на ней застреваем просто на долгие часы. Почему это происходит, разгадки у меня нет. Какая самая сложная сцена была в бывших, во втором сезоне? Ануар, привет. Я даже не могу сказать, как бы, что прям вот прям вообще не шло, не получалось. Наверное, самое, знаете, вот такой вот не было, прям самый сложный, была одна, скажем так, пикантная сцена, когда, конечно, в некоторых сценах были дублеры, в некоторых посильных сценах. И, значит, в одной сцене у меня была дублером Тани, волковой моей жены, персонажа Оли. И пришла девушка, у меня до этого никогда не было сцена со статистками, да, вот так вот, чтобы. И это было, мы встретили все, я уже лежу на кровати в таком специальном белье, которое затирается потом на компьютере, чтобы казалось, что я голый. Она стоит в халате, приходит режиссер, объясняет задачу, тот это все объясняет. И обычно, если когда актриса, то происходит какое-то там долгое общение, мы разбираем, что-то пробуем, там, как-то, как лучше, вот как мы рассказывали выше, там, с этой стороны так, так, сяк. А здесь я лежу, режиссер буквально, там, 3 минуты тратит на то, чтобы рассказать задачу. Ну, все, приготовились, да, камера, да, готова, да. Он уходит, приготовились, она скидывает халат, стоит абсолютно голая, запрыгивает на меня, и начинается вот сцена. Я, как бы, первые мгновения, я, как бы, даже, а что делать? То есть, это было настолько как-то, ну... она легко это сделала, да. Она просто, то есть, как будто она это делала. Она просто, да, вот, просто... И за что ей, кстати, ну, проседает. Ну, круто, молодец, молодец. Это очень круто, так свободно и просто... Я не знаю, это, наверное, такое вот самое запоминающееся было, что меня прям я аж и торопил. Блин, смешно. Да. Ты мне напомнил сейчас, это не самая сложная сцена, но ты мне напомнил, тоже был дублёр, когда, вот, значит, Илья возвращается там с Андреем спасать её от Кирилла, когда она в парилке закрыта. Там есть, если вы помните, такой момент, что Кирилл снимает халат и идёт. И, значит, и камера так идёт на задницу Кирилла и потом выходит, значит, на крупные Яны. И Яна просто сидит и смотрит на него. И там тоже был статист, который шёл... У него был носок надет. И я как бы не знала... Мать честная, святые угодники. Свят, свят, свят. Там, видимо, выражение лица, это как бы серьёзно. Вы сейчас серьёзно, ребята? Это вот сейчас мы уже снимаем. Это уже съёмка? Почему, блин? Я просто представила, как его... Ну, мне почему-то показалось смешным, что такие, например, кино носок... А можно уточнить ещё вопрос? Он длинный или как-то... Да, вот размер носков какой бы... Мы можем гольфы предоставить, в принципе, у нас. Мы не гольфы. Чёлки. Сейчас я натяну, ребят. Чёлочек. Блин, очень смешно. Ну, а самое сложное... Я уже говорила про эту сцену в душе. Сложная она была... Не потому что актёрски, просто как-то я её ждала. Вот как раз это была одна из сцен, которую я ждала после прочтения сценария, что я понимала, что в ней много чего заложено важного. Сейчас. Отличный комментарий был. Короче, вот. И что-то... А, ещё это был конец дня. И вот для меня самое болезненное, когда... Ну, вот конец дня, уже все 12 часов отснялись, и уже все хотят домой. А самая основная сцена, как бы важная, она вдруг снимается... В пыхах. Да, в пыхах. Вот это вот, давайте сейчас вот здесь кадрик, здесь вот это вот. И как бы... И все начинают... Ответь по этому, пожалуйста. Причём вопрос, понимаешь? Да. То есть как бы интересует... Ну, естественно. Пришлёт тебе в личку потом человек. Хорошо. Мы не перешли. Так, обязательно. Можем общий час сделать. Понятно. Вот. И... Ну, в общем, всё было как-то в пыхах, и она мне запомнила сильно, как такой, типа, сложный-сложный момент. Вот. Ну, в общем, и целом, всё достаточно было позитивно. Ну, вот как Денис уже говорил, то, что мы... Из-за того, что вся команда уже живёт второй сезон, можно сказать, вместе, у нас как... Ну, абсолютно банда работает на площадке. То есть ты приходишь уже все, как дома, и обед... Да, уходит вот эта вот притирка, на которую тратится тоже очень много времени, и появляется самое главное, что вообще есть в актёрской работе, это свобода. Всё то, что вас впечатляет, и в нашем проекте, и в других, и в западных, это, ну, свобода, и любовь, с которой это... Ну, с... Любовь, с которым... С этими... С этими качествами... Что я говорю? В общем, свобода и любовь самое главное, что должно быть на площадке. Ну, у нас атмосфера абсолютно была рабочая, творческая, и мне кажется, это во многом заслуга Аванеса, потому что... Аванес, как режиссёр, прям очень хорошо сечёт эту фишку. Я не знаю, делает он это сознательно или нет. Вообще, самое главное у режиссёра это создание рабочей атмосферы. Атмосферы, да. Потому что, вот, если этого нет, то всё, оно всё начинает валиться, ведь атмосфера, она работает... Насколько бы ты профессионально, опытно не была, всё равно, то есть, если тебе надо играть по сильную ту же сцену, и даже, если ты играла там десятки раз, ну, всё равно будет какой-то некий зажим, там некая какой-то притирки, некие какие-то неудобства. И то, как Овик, это всё превращает просто в творчество, в свободу. Спасибо тебе, дорогой. Да. Что, дальше пойдём смотреть вопросы? Да, давай. Двери открыли. Следующий вопрос, это было ли сложно играть зависимого человека, и я, наверное, хотела бы сюда вообще рассказать, в принципе, ну, то есть, очень много вопросов по поводу того, что, как это вообще делается, и действительно ли мы там с Гришей употребляли на площадке, ну, и такие вопросы тоже были. Вот, нет. То есть, это всё не за правду, это всё... Одну паузу сделаю, тут, знаете, ребят, сразу поясню, написано Иван Китаев, это псевдоним нашего режиссёра, его зовут Аванес. Вот. Аванес Петян. Да, Аванес Петян, у неё есть страничка в Инстаграме, заходите к нему, посмотрите, послушайте, узнаете про него. Извини. Да, всё правильно. Вот. И... Ну, во-первых, вот в наше время очень много есть... У нас есть интернет, у нас есть YouTube, есть множество видео, из которых можно списать, актёрские это делают, ну, есть... Просто... Ты просто списываешь, как наблюдение делаешь это. Вот. Так же есть куча упражнений, как это в себе раскрывать, и там... И то же самое алкогольное опьянение. Вот. Я когда была в классе... Да ты просто отожмись в сауне раз десять. И пошла. И вообще будет... Вау. Да, 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 да. Я была тогда в классе в Лос-Анджелесе, у нас там коучи сказали, что... Ни в коем случае... Вы что, это наоборот признак непрофессионализма, если актёр начинает что-то долбить специально для того, чтобы как бы это... чтобы в кадре это сделать. Ну, то есть, это абсолютно необязательно, учитывая то, что очень много уже есть реально... Технических, технических, приспособлений. Актёрских, конечно. Да, 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 которые делают. То есть там... И ещё это всё обслуживается разными вещами, типа там, вплоть до графики, или... Как заводить зрачки, как расширить зрачки, чтобы они были там... чёрными. То есть там очень много разных примочек. А знаешь, Марлон Брандо перед крупными планами, острыми, вставал в тазик с ледяной водой. Вот, пожалуйста. Ну, то есть, ну, вот минимум. То есть, можно встать в тазик с ледяной водой, да, и тогда у тебя как-то на лице всё будет написано. Можно, ну, в крайнем случае, попросить партнёра реально там ударить по щёчину прям, чтобы... Не как по сцен бою там она промахнулась, а чтобы прям... Ну, ну, дай мне сейчас... с головы. И так, чтобы текст вылетел. Вот. Поэтому, ну, а вообще, тема зависимости, вот, мне кажется, Денису будет тоже и будет что сказать, потому что ты много чего знаешь про эту тему. Ребята, вообще, наш главный посыл, и за нём будем ратовать и в третьем сезоне, если он будет. Максимально глубже и правдоподобнее, и острее раскрыть эту тему проблемы нашей страны и вообще всего мира, конечно. Потому что, ну, уверен, что у многих из вас, если не у каждого, каждый из вас, и я, в том числе, и Люба, встречались не только с последствиями, да, там, из серии, там, как кто-то круто напился и какая-то весёлая история, но и с огромными, ну, всякими трагическими, да, событиями, связанными с этим. И хочется, ну, наша задача в том, что мы можем про это говорить с экрана, насколько это велика проблема, и чтобы нас услышали и предпринимались какие-то шаги к тому, чтобы сделать в жизни этих людей не то, что сделать, а просто помочь им. Благодаря этому проекту я узнал, что есть, ну, не побоюсь этого слова, самое эффективное средство в борьбе с зависимостями, это программа «12 шагов» на немных алкоголиков, наркоманов, и это помогло спасти жизнь миллион, десяткам миллионов людей. Есть куча информации в интернете, группы различные, там, во всех соцсетях, все можно найти, там есть спикерские людей, которые рассказывали о своем пути, как Аль-Шесту с ними было, и что у них появилось благодаря программе. Ребят, вот если бы мы хотя бы несколько таких историй предложили бы в качестве сценария, и мы бы их сняли, нам бы сказали, слушайте, ну так не бывает, ну, ребят, ну хорош городить, ну, это фантастика, такого не бывает, а это, когда вы посмотрите, просто дайте себе шансы, это не займет много вашего времени, это вот правда, как она есть, то есть ничего острее, ничего болезненнее, стольких слез у меня не было никогда, когда я смотслушал этих людей, это просто за грани вообще переживания какого-либо, поэтому все, что мы почерпнули и знаем, и чем мы пользуемся, это благодаря, ну я, по крайней мере, точно, это вот я почерпнул в этих сообществах, во всей этой информации, поэтому всячески рекомендую вам. Вообще, у них такая уникальная система, что, мне кажется, по ней можно жить существовать государство, то, как там все устроено, так что заходите, изучайте, и возможно, вы поделитесь этим опытом с кем-то, кому нужна эта помощь. Вот, так, давайте, значит, написано, Денис Шакал, что это значит? Что это не значит? Покажите шакала. Меня, кстати, плохо с показыванием было животных, я умел только показывать, значит, знаешь, кого? Слона, хочешь? Это хобот. Привет, мы с Машмором. Меня не будет в третьем сфере. Не получится это вырезать, но мы оставим ее. А знаешь, я не стесняюсь, да, бывают неудачные дубли. Ох, ты мне рассказываешь, это ты мне рассказываешь, да? Кстати, Денис меня всегда очень сильно поддерживал. А еще, можно я расскажу, пожалуйста, можно я расскажу? У нас была сцена, когда, значит, Илья заходит и Яна в комнате таблы в клинике ворует. И он заходит, такой, что ты здесь делаешь? Я тебе помогу проверить. Она говорит, я уже все проверила. И он ее зажимает и начинает, происходит какая-то борьба, он вытаскивает у нее, значит, таблетки. И там что-то я говорю и в момент дубля мы что-то так боролись, боролись сильно и вдруг такая тишина и я спрашиваю тебя шепотом, что я говорю? Что дальше? Что дальше? И Денис говорит, что-то, я думаю, подонок или паскуда, ну что ты? Да, 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 то есть ты меня должна обозвать. Я как-то должна обозвать и у меня абсолютно вылетело это слово. Я так, что там? Да, и Денис говорит, подонок. Да, подонок. Очень тихо. И мы решили доиграть этот дубль и я так, подонок, ушла. Но мне было бы интересно смотреть этот дубль, потому что мы прям долго ржали над этим. Это было похоже, я после, после этого еще, летом, когда вышел фильм «Однажды в Голливуде» Тарантино, там вот эти вот кадры, где Ди Каприо забывает слова и вот эти вот моменты. Сейчас, сейчас я вспомню. Сейчас. Извините, 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 это просто дубль. Прошу прощения. Ребята, как мы понимали, это как же, ну это конечно такой инсайдерский юмор, но это очень круто. Слушай, очень много вопросов. Ребята, татуировки настоящие все. Все у меня настоящие татуировки. Да, кстати, про тату, еще про Ольгу спрашивают. У меня было очень много вопросов. Вообще, как с Ольгой мы дружим или мы реально, или на площадке даже у нас не вяжется. мы вообще со всеми прекрасные отношения, прекрасно работалось. Абсолютно. Мне кажется, она очень круто сыграла Ольгу. то есть, там прям... Во втором сезоне у нее просто появилась больше сцен, где она раскрывается как персонаж и у нее были просто острейшие сцены, которые прям... Ну да, это еще по актеру. Моя ее, кстати, любимая сцена, когда я ухожу от нее и она меня вот за ноги поплакает. Как она это сыграла? Да. Просто поклон, да. Это очень круто. Это очень круто. Так что у нас все хорошо. Привет-привет. Вопрос. Вопросы, было ли у нас что-то на самом деле. Так, ну что у нас с тобой было, значит, мы с тобой... Давай сначала определимся, что такое на самом деле. Снимание знатоки. Ну вот, то есть... Ну то есть вот... Что было? Ну мы с тобой, значит... Мы завтракали с тобой. Во-первых, с тобой завтракали. 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 Завтракали было. Обедали, естественно. Ну ужинали, так мы в основном, по вечерам. Да, а то по вечерам поужинаешь вообще. Потом, что еще у нас с тобой было? Секс в кадре был? В кадре. Так что можно сказать, что и все было. Что еще было? Дружба была? Она есть. Дружба есть. Было ли у нас? Было или нет? Ну пусть это будет секрет. Давай? Мы все рассказали, а вот что-то еще оставим секрет. Оставим, да. Ну хорошо. Типа тот самый момент, помнишь? Ну вот, да. Значит, было, было, было. Людям только да, да, это пофантазировать. Ребята, давайте до тех еще, до тех, кто еще присоединился только что, еще раз повторим, значит, информацию по поводу третьего сезона. Итак, у продюсеров, у режиссерской группы и у актеров есть обоюдное желание продолжить третий сезон. Но нету никакой работы, нет подготовки даже к работе над сценарием, нет ничего, что нету никаких официальных заявлений о том, что стартует работа на третьем сезоне. Поэтому мы ждем официального подтверждения от продюсеров. В первую очередь вы можете следить за этим в соцсетях, подписаться на их страницы, это на платформу старт, там наверняка будет анонс в самом начале подписаться на наши страницы. Естественно, как только нам скажут, что да, ребята, юридически все договорено, что мы со всеми договорились, все могут в такие-то сроки, тогда мы объявим и продюсеры и дадим старт только к работе над сценарием. То есть даже нету каких-то сроков оговоренных о том, когда мы начнем снимать или там в этом году, в следующем году и так далее. Просто есть желание это сделать. Люба, какой у тебя рост? Подожди. Рост? Да. Какой рост, спрашивают? 170 сантиметров. Уф, что бы это ни значило. 170 сантиметров. А что-то еще было? Рита беременна, на самом деле. Ответь, пожалуйста. Да. А все, кстати, спрашивают про ее живот. Очень крутой живот. Мне тоже понравился. Поклон художникам по гриму. Да, это прям супер сделано. Я даже не ожидала, честно говоря, что он настолько будет хороший. То есть, ну, это из силикона вот такое накладное живот, да, сделано. Я думаю, что там еще CG есть немножко. Но, в общем, это круто. Да. А вы холостой? У тебя на странице спрашивают. Вы холостой. Тут оба замятые. Где купить такое красивое белье? Белье. Это к Маше художница по костюмам. Да, пожалуй. Маша, где ты купила нам это все? Пожалуйста. Меня одевали самым дешевым способом, я вот про себя могу сказать. Самый простой. Любу одевали прямо. В белье. Потратили все на нее. Весь бюджет сериала потрачен на Любу. Да, конечно. Рассказывают тут сказки. Очень много вопросов про мажоры, ребята. Мы говорим про бывших. Люба, отвечай, ты! Вопрос. Вы пикались? Где? Вы пикались? Пикались это... О, смотри, Олейникова. Привет, Даша. 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 Это наш второй режиссер. Просто не заменил. то если будет третий сезон, условия главные будут в шапке, в договоре прописаны. Если не Олейникова, то очень жаль. Извините, ребята. Все. Просто знаете, почему. Потому что как она... Она нам отвечает, видишь? Даша. Просто это... Да, у нас правда очень крутая была команда. это действительно так. Вот. Ну что? Ну, в общем и целом, мы ответили на все вопросы, которые были. Вот. Мне кажется, мы сейчас потихонечку уже будем завершать. Да. кстати, сейчас мы с Денисом останемся вдвоем и будем обсуждать как раз то, о чем было бы интересно вообще. Да? Да. Мы вообще встретились совместить, потому что времени мало и совместить в том, что бы мы хотели бы, да? Что бы было. Да. Ты, кстати, очень круто, прости, пожалуйста, я перебила, что это очень здорово именно вот на этом проекте, что мы как бы все вместе обсуждаем и сценаристы, и продюсеры, то есть спрашивают у нас... Да, кстати, ты права. Это очень крутое замечание. Очень круто. Ребята, абсолютно точно вам могу сказать, что все ваши комментарии читаются, суммируются и учитываются ваши пожелания при написании. И самое главное, это учитываем мы, потому что мы не можем просто дойти и снимать что-то там, что-то там, свое, вообще третье, что нам только интересно. Поэтому спасибо огромное за то, что вы так активно вообще откликнулись на просьбу о комментариях и, ребят, продолжайте оставлять. Появляются новые мысли. Давайте, давайте, в общем, общаться и... Что ты делаешь? А, скинь... Понятно. Давайте общаться и вы нам поможете сделать третий сезон на уровне. Ну, конечно, еще качественнее. Потому что, на самом деле, страшное же нас ждет работа, потому что, ну, все мы знаем, да, обычно, с каждым новым сезоном уровень падает и уже начинается высасывание из пальца. И, в общем, нам хочется этого избежать. Да. С вашей помощью, надеюсь, это у нас получится. У тебя вот так вот пишется с твоей страницы? Не совсем. А как? шведов... А, цв. Я сейчас напишу в общем чате страницу Дэна. Заходите. Шведов Дэн. Ну, вроде как, да? Вот. В любом случае, вы можете найти страницу Дениса на какой-нибудь отметочке у меня на картинке, если вы не можете найти его так. На самом деле, вопросов было невероятное количество, они были очень глубокие, и люди разбирались, мне кажется, даже больше, чем мы с тобой понимали про наших персонажей. Вот, это так круто, что столько вообще анализа и рефлексий было на этот счет, прям очень здорово, спасибо большое. В общем, на все, что ответили, если да, кого-то забыли, не знаю, не учли, мы, может быть, повторим это там, знаете, как сделаем? Вот, предлагаю такую историю, что как только нам подтвердят официально продюсеры, что мы запускаем работу над третьим сезоном, мы можем сделать еще один эфир, мы сделаем какой-нибудь анонс, чтобы вот самое главное, мы выберем, может быть, к тому моменту появятся какие-то у нас уже конкретные идеи, да, по поводу того, как, ну, как нам развивать дальше сюжет, и мы с вами поделимся и устроим какую-то голосовалку. И, исходя из этого, исходя из вашего участия, посмотрим, сколько будет голосов или там лайков, неважно, мы будем это с вами также в прямом эфире обсуждать, и наверняка 100% что-то из этого останется прям в сезоне, поэтому вы будете нашими соавторами, вот. с наступающим вас, с наступающим, Hi from Manchester City, привет, Англия, привет. Всем привет. Что бы такое, чем завершить? Чем бы завершить, давай и так, значит… Засасемся? Мне кажется, можно, знаешь, как это, вывод из прямого эфира, значит, закрываем все глаза, беремся за руки, значит, медитация, типа, нужно немножечко выйти из этого. Не, ну, правда, ребят, спасибо, что пришли и спасибо, что с нами потусили. Вот, видишь… Бро, подожди секундочку, бро, 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 это, это бро. Когда ты веришься на тренировку? Да, Ватос, дорогой мой, дорогой, сейчас, Ватос, дорогой, я сегодня был на тренировке, ты можешь проверить в нашем гарминовском приложении, что я сегодня, сегодня я сделал твою тренировку, это, я хочу просто ребятам сказать, что это крутейший чувак, потому что он, никогда не занимавшись спортом вообще, как он сам написал себе на странице, у него было двойка по физкультуре, а это надо постараться, я вам хочу сказать. Этот человек в этом году сделал Айронмена. Ого. Ты просто, я когда читал твой пост, бро, у меня были слезы, просто я тобой так горжусь, это невероятно. Води.